МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Натальи Токмагашева. О самых интересных событиях Кузбасса вам расскажут я и мои коллеги. И вот, что вас ждет. Здесь их будут выращивать намеренно. На этой чашке хорошо размножается дезинтерия. В Кемеровской детской многопрофильной больнице открылась бактериологическая лаборатория. Водные забавы – дело серьезное. Кузбасс готовится к купальному сезону. Упала собака. Спасатели вызволили единственного друга одинокой кемеровчанки. В Кемеровской детской многопрофильной больнице сегодня после ремонта открылась бактериологическая лаборатория. Анализы там теперь делают в два раза быстрее. Появилось новое оборудование. Кроме того, само помещение полностью обновили. Александр Поморцев побывал в самом эпицентре опасных заболеваний. На этой чашке хорошо размножается дезинтерия. На этих чашечках размножается саммонелла. На таких чашечках размножается кишечная палочка. Это может показаться абсурдным. 5 миллионов рублей выделили из областного бюджета, чтобы все эти бактерии размножались еще в больших количествах и в еще более комфортных условиях. Именно здесь их сначала выращивают, а после отдают на исследование. В бактериологической лаборатории многопрофильной больницы наконец-то закончился ремонт. И вот сегодня в торжественной обстановке медики облюбовали новые стены, а микроорганизмы – новые пробирки. Персонал, который будет работать в этой зоне, они приходят, переодеваются и расходятся по рабочим кабинетам. Надежда Ивановна проводит экскурсию по помещениям, где еще несколько месяцев назад был общий больничный гардероб. Сейчас две эти комнаты тоже принадлежат лаборатории. В одной из них новый современный анализатор. Своим цифровым разумом он может определить вид бактерий и, главное, их устойчивость, то есть какими антибиотиками лечить пациента. Раньше на это уходило примерно неделя, сейчас двое суток. Вы только материал внесли туда, аппарат сам проанализировал, изучил, что же это за микроорганизм, выдал его, и еще плюс определил к нему чувствительность. Конечно, это очень хорошо. После ремонта в лаборатории появились не только новые высокотехнологичные приборы, но и вещи, с одной стороны, обыденные, а с другой не менее важные. Например, комната отдыха, там как раз сейчас празднуют новоселье, и душевая кабинка. Бактериологическая лаборатория многопрофильной больницы стала первым объектом, который отремонтировали к юбилею области. На работы потратили три месяца. Многопрофильная больница уникальна тем, что здесь сочетаются и объекты, которые были отремонтированы в рамках программы модернизации. Их было четыре. Это крупные объекты, такие как грудничковый корпус, как реанимационное отделение, эрикогическое отделение. И объекты, которые открывались за счет средств местного бюджета. Новая система вентиляции, оконные блоки, двери, помещения, можно сказать, отстроили заново. Причем лаборатория – не единственное отделение в детской многопрофильной больнице, которое собирались обновить. До конца года отремонтируют еще несколько, но, пожалуй, последнее, где модернизацию ощутили на микробиологическом уровне. Александр Поморцев, Алексей Зайцев. Новости моего города. Лечить наркоманов религии предложил губернатору Кузбасса епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. На совещании он рассказал Аману Тулееву о том, как важно оградить наркозависимых от различных сект, которые делают из них бесплатную рабочую силу. Губернатор поддержал предложение владыки обустроить реабилитационный центр в Кемеровском районе. Для этого проекта будет выделен земельный участок, и там вместе со священниками должны работать врачи. Наркоманов, конечно, никто от трудотерапии избавлять не собирается. Они будут заниматься столярным делом и сельским хозяйством. Новый центр должен открыться уже в этом году. Я благодарен за то, что вы дали правильную оценку и своевременную этой проблеме, которая существует в государстве, в том числе и в Кузбассе. И эту проблему мы должны решать только сообща вместе и церковь, и областные государственные структуры власти. А если в вашем дворе живут наркозависимые, не дают вам покоя, а правоохранительные органы бездействуют, звоните нам по телефону горячей линии в Кемерове 8 933 300 0300 и в Новокузнецке 8 933 300 0303. И уже завтра об этом все узнают. Снести рынок привокзальный в Новокузнецке – такое решение приняли после комплексных проверок рынков по поручению губернатора области в 2011 году. Дело в том, что земельные участки, на которых расположен торговый павильон, представлены с нарушением действующего законодательства. Получается, что постройки возведены самовольно. К тому же строительный материал не соответствует нормам противопожарной безопасности. Соблюдение гигиенических требований тоже оставляет желать лучшего. Еще одна причина избавиться от здания – строительство нового вокзала. Завершат его к 2013 году. И привокзальная торговля в общую картину будущего явно не вписывается. Сейчас на рынке 76 арендуемых мест плюс 100 социальных бесплатных. Предприниматели о сносе были предупреждены заранее. До 10 июля они должны вывезти свой товар. Затем рынок будет закрыт. Но есть некое противостояние от управляющей компанией на рынке «Мечта Инка». Они пытаются всех арендодателей, вернее арендаторов, убедить в том, что никакого сноса не будет. То, что вы торгуете, заплатите нам за аренду денежки на 3 месяца вперед. Очень много вопросов по качеству этой продукции. Там в основном Китай продается. Там же почему-то продается и мясо сырое, и молоко, и творог. Поэтому вопросов очень много. Вы видите, какая погода стоит, какая жара. И здесь не мудрено, что это все еще и портится. Поэтому вот объективно все складывается к тому, чтобы это убрать. Жаркое лето уже давно приковало кузбассовцев к водоемам. Но официально купальный сезон начнется только через два дня. Горячее время для руководства городских пляжей. Чтобы они соответствовали всем нормам, нужно не только правильно подготовить зону отдыха, но и оформить немало документов. На поиски идеального пляжа отправился Аркадий Кемеев. Большое количество людей на пляже – нормальное явление в летнюю жару. Но в эти дни здесь часто появляются люди, не похожие на других. На них не купальные костюмы, а синяя форма. Их цель – не искупаться, а проверить, готов ли пляж к безопасному отдыху. Чтобы открыть зону отдыха у воды, нужно много пройти согласований, много проверок. Но когда зона открыта, это уже безопасно. Мало кто из отдыхающих задумывался, сколько проверок и документов нужно, чтобы пляж стал официальным. Необходимо заключение эпидемиологов о пригодности воды, наличие спасателей, медпункт. Одна из важнейших составляющих безопасности пляжа – чистый берег и дно водоема. На расстоянии двух метров от берега дна уже не различить. И это нормальное состояние для всех кузбасских озер. Поэтому незадачливый купальщик может запросто наткнуться на какой-нибудь оставшийся зимы предмет. Очень важно, чтобы перед началом купального сезона дно обязательно почистили. В областном центре официальных пляжных зоны всего две – остров Кемеровский и озеро Красное. Проверяющие нашли здесь некоторые недочеты, но к началу купального сезона их наверняка устранят. Вместить всех желающих им не под силу, поэтому большинство кемеровчан проводят свой досуг на так называемых диких пляжах. Об удобствах здесь говорить не приходится, мусор не убирают. Но главное – входя в воду, купальщик может рассчитывать только на себя. В случае беды помочь будет некому. Не хватает ни штата, ни штатных единиц. Нам подготовленных спасателей хватает только на те места, зоны отдыха, которые подготовлены. А так только если какая-то надобность или где-то что-то случится, тогда уже принимается мера. Впрочем, есть и другой выход. Оксана и Евгения облюбовали озеро в одном из санаториев Яшкинского района. Полсотни километров за рулем девушек не смущают. Зато здесь есть все, что необходимо для отдыха на воде. Чистый пологий берег, искусственные пирсы, средства спасения и даже специальная зона для купания с детьми. Конечно, удобнее было бы отдохнуть поближе к городу. Но на городских пляжах тесно, а на диких просто страшно. Потому что сколько случаев утонуло детей, я не знаю точно, но слышала. Как сама мать, я переживаю, когда слышу это по телевизору, что именно на диких пляжах множество и пьяных, и детей. Разумеется, проводить досуг в специально оборудованной зоне отдыха гораздо приятней. Но на полумиллионной Кемерово таких всего две, а значит, дикарей на воде меньше не станет. Будем надеяться, что будущим летом в городе появится больше легальных пляжей. А пока только остается пожелать всем купальщикам не забывать об осторожности. Аркадий Кемеев, Танислав Грушевский. Новости моего города. В России с 1 июля действует новый, почти сухой закон. Пиво приравняли к алкоголю. И теперь его нельзя продавать в палатках и уличных ларьках. Тех, кто пьет пеной напиток на улице, будут штофовать. А в интернете из-за запрета не стихает волна негодования. И вот что по поводу антиалкогольного закона сказал один из блогеров. Цитирую. У нас в самых бюджетных ресторанных сетях разлив стоит от 100 рублей. А если вы хотите попить хорошего разливного пивка, будьте добры, как минимум 250 рублей за кружку. А теперь вспоминаем о зарплатах. Если быть оптимистом, можно сказать, что при повышении спроса на пивные как таковые снизится и цена пива в этих заведениях. А если реалистом, то, скорее всего, будет наоборот. Так что загоняют нас товарищи в наши хаты. Скоро еще и акцизы поднимут. И будут у нас на балконах и в чуланах изготавливаться настойки до самогон. На прилавках рынков повсюду красуются арбузы из будущего. Вообще-то созревают они обычно только в августе. А тут, пожалуйста, ягодка поспела в июле. Накануне главный санитарный врач России Геннадий Онищенко разрешил есть ранние арбузы москвичам. А вот можно ли нам, кузбассовцам, попробовать этот плод, узнавала моя коллега Алена Безматерных. Сибиряки дождались. В город большими партиями начали завозить арбузы. Очередей в палатках не наблюдается. Наверное, и хочется, и колется людям отведать долгожданное лакомство. Хотя продавцы уверяют, бояться нечего, и торговля у них идет бойко. Не, уже вкусные, мы сами идем. Просто мне сказали, чтобы выбирать. Там говорят, какой-то, должны сертификат или какой-то вот о соответствии дать. На всех точках, что мы посетили, по словам продавцов, арбузы спелые. Привезли их, уверяют нас торговцы, из Казахстана и Узбекистана. Но главный санитарный врач России утверждает обратное. Арбузы, появившиеся в крупных торговых сетях, импортируются из Испании, Бразилии, Ирана, Таиланда и Коста-Рики. Они безопасны. У нас сезон бахчевых традиционно начинается 1 августа, когда созревают арбузы в Волгоградской, Астраханской областях, на Ставрополе, в Краснодарском крае, а также Узбекистане и Казахстане. Накануне специалистами Роспотребнадзора были взяты пробы арбузов. Исследования показали, опасаться нечего. Хоть и привезли ягоду в Кемеровскую область не из Ташкента, так как, уверяют продавцы, здоровью кузбассовцев она не навредит. Проведены были исследования, сделаны на большой перечень пестицидов эта продукция, и на исследовании на нитраты, и на токсичные элементы. То есть по всем показателям превышения не наблюдается. Продукция должна иметь обязательно сертификат соответствия, либо декларацию о соответствии. В случае, если потребитель потребует данную документацию, реализатор должен предъявить эти документы. То есть эти документы, в свою очередь, подтверждают безопасность данной продукции. Предъявить документы на торговых точках нам отказались. То ли с правилами торговли незнакомы, то ли разрешений вовсе не имеется. Специалисты хоть и заверяют нас в качестве арбузов, но с оговоркой. Покупать их стоит лишь там, где с документами все в порядке и условия хранения бахчевых не нарушаются. Алена Безматерных, Артем Петрищев. Новости моего города. Спасателям сегодня позвонила кемеровская пенсионерка. В слезах 80-летняя женщина рассказала, единственное близкое ей существо застряло в подполе. Сотрудники МЧС, растроганные историей дружбы одинокой старушки и собаки, тут же приехали на вызов. Десятилетний анчар свалился в подпол, когда хозяйка полезла туда за картошкой. Сама пенсионерка вытащить его не смогла. Приехавшие спасатели с псом тоже сначала не справились. Собака их к себе не подпускала. Пришлось старушке снова уходить в подполье. Она связала пасть друга веревкой, а для верности еще и фартуком. После этого анчара успешно подняли наверх. А тут еще и по картошку варили, и даже, даже, даже. Ну тут надо же. И главное, он упал на меня. Затяжная жара в Кузбассе стала причиной довольно странного явления. На улицах Междуреченска начал плодоносить маньчжурский орех. В изобилии он произрастает в южных регионах страны и называется грецким. 13 лет назад саженца орешника городу подарил местный фермер. На улице юности было высажено 20 молодых деревьев. Из-за сибирских морозов большая часть из них погибла. Но те, которые выжили спустя 13 лет, начали цвести. Не переключайтесь, и вот что вы увидите далее. Победители всесибирской выставки теперь живут в Кемерове. Единственные вещи, которые не подлежали обсуждению, это были работы Николая Рыбакова. Музей изобразительных искусств приобрел три картины художника из Красноярска. Мастер-класс по-североамерикански. Не то, что я бы не сказал, что это я как-то чему-то учил, просто я показывал, что новое, что новое сейчас используется в Северной Америке. Галкипер Коламбуса Сергей Бобровский поделился профессиональными секретами с юными вратарями. Музей.